Привет, ребята, привет, друзья, привет, Дед Мороз. Если ты смотришь это видео, то думаю, ты в курсе, что я хорошо вёл себя в этом году. Поэтому давай уж не жопся, как обычно, хорошо? Давай я искренне, ты мужик, я мужик, у тебя борода у вас, у меня борода у сыр. Давай с тобой искренне будем, окей? Не жопся, окей? Ладно, всё. Ну, это на этот случай, я напомню, если Дед Мороз смотрит. Если нет, пофиг вообще, пофиг. Не хочу думать даже об этом, пофиг. Думаю, надеюсь, что смотрит, больше меня ничего не интересует. Короче, помните, у меня было видео, где я спрашивал людей о самом лучшем подарке на Новый год? Так вот. Это просто чай, не думайте ничего. У меня я сейчас только что по времени попил чай, как скетчум, как два скетча. И это было смешнее, чем большинство скетчей. Ладно. Хватит самокритики. Ненавижу себя. Ненавижу, что делал. Тихо, только из-за денег. Тихо. Всё, всё. Па, па, па. Ушло. Па, хватит. Так вот. Там были очень трогательные, жизненные комментарии некоторые, которые по-настоящему задели чувства. И там даже в комментариях многие написали, спасибо, Эльдар, что создал такую тему, потому что очень приятно было вспомнить. Я бы так просто не вспомнил. Ну и правда, где ты в жизни ещё вспомнишь про такую штуку, как что-то светлое и хорошее из детства. Ну только в двух случаях. Либо ты у психотерапевта будешь, либо будешь рассказ какой-то писать. На психотерапевта у вас денег нету, естественно, потому что, ну как бы, вы нищие по большей части. Ну мы, то есть. А творчеством заниматься вы тоже не будете, потому что, ну, как бы, ну мы, как бы, по большей части быдло, которое не занимается творчеством там. Всего только я пьесу сегодня напишу. Это, кстати, это не гейский, это нормально. Так вот ты должен жить, человек, ну я считаю, в том идеальном мире, который я создаю у себя в голове по ночам. Человек должен реально просыпаться, ну, например, косит траву, косит траву, например. Или, например, программированием занимается. Такой, хочется мне расслабиться, напишу-ка я пьесу. Вот это для меня культурные, настоящие, утончённые люди. Так, кстати, перейдём к комментариям. Я уходить начинаю. Комментарии очень трогательные, и я некоторые вам прочитаю. Мне запомнился больше всего вот этот вот комментарий. Мой дядя повёл меня в магазин музыкальных инструментов. Я не особо верил, что он может мне купить гитару. Но отец доверился ему, и мы пошли в магазин. Он был пьян и сказал, выбирай любую гитару, у меня много денег, я тебе её куплю. Я так и сделал, выбрал самую крутую и дорогую гитару. Когда пришло время рассчитываться, он сказал, что оставил деньги дома. Попросил отложить гитару. В общем, мы пошли домой. По приходу деньги не нашлись. Дядя жил в другом городе, поэтому придумал отговорку, что деньги у него дома. И гитару он купить не сможет. Было обидно, ведь я был тогда ещё подростком. В общем, больше я в тот магазин не заходил. Вот такая история про новогодний подарок. Но это грустная история, но трогательная. Понимаете, для меня главное, чтобы было не обязательно весёлое, а главное, чтобы было трогательное. Но по большей части там весёлое. Например, очень интересная, захватывающая история. Мой самый лучший подарок на его, на его, на НГН, наверное, был, когда мне было 7 лет. Мой отец ходил в море и иногда привозил что-нибудь из Японии, Китая, Кореи. Он занимался контрабандой. Возил незаконно выловленную рыбу из Японии в днище корабля. В общем, мой отец вернулся с моря, как раз в Новый год. Так он мне... А, короче, он дал мне картонную коробку с дырочками. Там оказалась черепаха. Да, настоящая черепаха. Я ссался кипятком о счастье. Я тогда ещё смотрел кассеты мультика Черепашки Ниндзя. Черепаха до сих пор живёт у меня, зовут красавица. Разве не трогательно? Действительно необычно и трогательно, и приятно вспомнить такое, да? Вот пишет, например, девушка. Это было ещё тогда, когда я ходила в садик. На Новый год я очень хотела получить барби. Я помню, как на тетрадке я рисовала девочки. Их было три. Вырезала их, без конверта клала эти рисунки в почтовый ящик. Кстати, хорошая идея не писать, весьма дедом, а нарисовать то, что ты хочешь. Потому что, возможно, не существует названия этого предмета. Я помню тот день, когда я не увидела рисунка в ящике. Ура! Дедушка Мороз забрал их, подумала я. На Новый год, когда я с папой пошла смотреть салюты, мама положила под ёлку набор по барби. Их было три. Когда я пришла и увидела это, я действительно поверила в чудо. Я так была счастлива. Не знаю, почему мне этот подарок больше всего запомнился. Ощущение чуда это самое крутое и самое офигенное. Поэтому в подарке важна не цена, а создать такую ситуацию, когда у тебя действительно на короткое время, даже взрослому человеку, который под ёлкой находит подарок, если его не предупредить, пусть и на маленькую секунду, но он такой, это реально чудо, Дед Мороз существует? Нет, нет, работа, ипотека, ипотека, никакого Деда Мороза, рабство, рабство. Но на короткое время, в начале, он действительно будет думать, Дед Мороз реально пришёл ко мне. И вот эта вот маленькая секунточка, она и освещает всё твоё существование в этой жизни. Ну, я так образно выразился. Мне на Новый год как-то модельку трамвая подарили. Из железа. Охеренно. Дверки открывались, вся фигня. Батя потом ещё к ней фары приделал, которые включать можно было и выключать. А потом мой брат без спроса взял её в школу и просрал там её. Некоторые вот по-настоящему трогательные. Прям трогают за сердце. Как кардиохирург. Классная работа, да? Представляете, операция на сердце. Зажимы стоят такие. У тебя грудная клетка разрезана. Вроде бы так делают. Зажимы металлические. А ты там вывозишься с сердцем. А это куда? Ай, сюда. Плохой звук. Что-то типа этого. Вот ещё. Мой самый лучший подарок на Новый год – это телефон. У меня был телефон с резиновыми кнопками. И очень маленьким количеством функций. Туда даже нельзя было музыку по блютузу перекачать. Блютуз. Вы даже не знаете, что это. По блютузу перекачивать. А мне подарили классный кнопочный телефон со средним экраном. Там была камера, диктофон, радио, блютуз, немаленькая карта памяти и много классных функций на то время. Я чуть в обморок от радости не упала. С этим телефоном я ходила 4 года, пока на нём не вздулся блок питания. Прикольно. Это радостно и прикольно. Правда, пока не вздулся блок питания. Она просто, наверное, имела в виду вздулся, типа сломался. Будем надеяться. Ровно, вот такая, чуть-чуть более длинная история. Ровно 2 года назад мы готовились к Новому году. И ещё в начале декабря родители пытались разузнать, что же я хочу. Но на тот момент у меня, казалось, было уже всё, что бы я мог пожелать. Есть и такие люди. Но всё же, смотря рекламу всяких побрякушек, я говорил, мол, хотелось бы этого, хотелось бы то. И однажды мама сказала мне, что подарок на Новый год они уже мне купили. Они никогда не скрывали от меня, что Деда Мороза нет. И сказали, что это одно из того, что я просил. Ну, я обрадовался и в ожидании Нового года пошёл спать. Но что-то в этот вечер мне сильно пить захотелось. Я пошёл на кухню, налил себе водички и как-то в глаза бросился чек. Я от скуки читать его начал. И в конце увидел электронные часы с Пайнет. Вот так я примерно за месяц до Нового года узнал, что мне подарят. Прикольно. Ну, на самом деле, мы не знаем, тут стоит улыбка. То есть, видимо, ему... Он не пишет, что ему понравилось часы, но, скорее всего, понравились раз. Он не... ну, как бы, не жалуется. Ну, в начале мне особенно понравилось, что у меня было всё, о чём я мог мечтать. Это прикольно. Побольше было бы таких людей. Вот, хороший поучительный комментарий. Трогательный тоже очень. А для меня лучший подарок на Новый год случился шесть лет назад. Родители взяли из приюта кошку. Как трогательно. Ну, правда трогательно. Но мы, мужчины, просто смеяемся над своими эмоциями, чтобы никто не подумал, что мы писексуалы все. Ну, так вот. Как-то я ушёл в сторону. Конечно, было много всяких подарков. Машинки, телефоны, ноутбуки. Нифига себе, ноутбук на Новый год. Я бы рабом родительским на 30 лет бы стал. Машинки, телефоны, ноутбуки. Но никакой из них даже рядом не стоял. Мой вам совет. Возьмите животное из приюта. Оно будет всю жизнь вам благодарно. Спасибо за внимание. Видите, человек, ну, ему кошка настолько благодарна, что он даже сам пропитан благодарностью. Даже после того, как написал комментарий, написал спасибо за внимание. Поблагодарил нас. Так. Машинку на радиоуправлении на Новый год подарили. Как-то чувак пишет стихами. Подарили. И на тот момент для меня эта машинка была не машинкой, а монстром на колёсах. Я на ней любил переезжать к катальне по ногам родителей. Перекликается с той историей про которую. И довольно долго у меня эта машинка существовала. Но потом мне купили петарды. Ими я повзрывал всё, что было. А машинку оставил на последний момент. И знаете что? Это было просто эпично. Короче, эти воспоминания будут на всю жизнь. А закончить я хотел бы стриптизом. Ну, конечно же, нет. Я шучу. Но представляете, если бы реально... Просто стриптиз просто. В конце. Бам. Мама заходит в комнату. У тебя чувак голый какой-то. Она такая, ты вообще ошалел что ли? И ты не получаешь подарка Новый год. После того, как я смотрел видео про подарки Новый год. Мама говорит, мы не подарим тебе. И мама такая искренне, я тебе откровенно говорю. Мы тебе ничего не подарим, потому что ты как бы гей. Ну, как бы понятно, что кто-то не осуждает вот геев. А мы с папой, с твоим отцом осуждаем. Ладно. Вот что я хочу предложить. Как вы видите, подарок это действительно материальная вещь. Но тот способ, которому он дарится. То есть, присутствует намек на то, что возможно это все-таки Дед Мороз. Когда тебе лет, например, я не знаю, лет 6, наверное. Я уже в 5-6 сомневался, что это действительно Дед Мороз. Но даже когда взрослый, ты получаешь подарок под елкой. В классе в 7-8 под елкой 1 января. Все равно частичка веры в чудо у тебя появляется. И она освещает тебя изнутри. Ты становишься на долгое время хорошим, добрым. Так вот, вот что я хочу предложить. Купите парочку не сильно дорогих, ну, я не знаю, сколько у вас денег, подарков. И подарите их совершенно незнакомым людям. Хотя бы по парочке. Ну, там. Не знаю, как придумать. Можно в ящик, например, положить почтовый. Но самое офигенное, если, значит, если вы узнаете, как зовут человека, и напишите, что это специально для тебя от Деда Мороза. Понятно, что он поймет, что это не Дед Мороз. Но в глубине души в нем маленькая частичка надежды будет светиться и говорить ему, а может быть все-таки и Дед Мороз. И вы принесете в жизнь человека такую настоящую частичку счастья. Конечно, многие это не сделают, но те, кто сделают, я думаю, для них это будет незабываемый, офигенный опыт. Я реально, и я собираюсь пойти купить пару подарков, узнать имя каких-то людей и подарить им. По-моему, это будет круто. Я вам об этом расскажу. Сниму еще один 30-минутный блог. С новым годом!